маленькое пламя надеюсь разберусь попробовать то хочется так разобрался чем проблема редуктор принципе вот для газовых плит вот у меня на баллоне часто это немного по-другому выглядит на принципе такая же при надо искать всех приветствую получил горелочку купил редуктор газовый впервые попробовал простой редуктор нифига ок огонек маленький ну правильно там 30 миллибар 50 миллибар так отрезала вот кварца кусочек хочу и ну я уже пробовал чуть тем маленьким фигня это полная попробовал вот этот зеленый которая подобрал на карьере шлифануть ну как бы они до шлифануть полировать там не нечем заказала круги когда придут неизвестно но когда-нибудь придут я вижу хорошо это шлифуется значит будет хорошо полироваться кварц к сожалению шлифуется уже хуже не знаю как он будет полироваться так начнем по порядку в общем у меня тут вот кварц зеленый гранит и песчаник несколькие твердости я насобирал так раз это уже стекло два три четыре пять еще по моему сейчас посмотрю по моему еще я приносил она посмотреть да вот еще пару камней тоже песчаник видно не знаю видно на видео нет блестит там кварц мелкий это уже совсем твердость такая вы ее очень вот этот еще тверже лыжнички в общем начнем с горелочки потихоньку и так горелка в работе сейчас я его чуть подогрею кварц потому что но он как бы я уже маленькая пробовал с таким огнем близко подводил сразу он начинает лопаться вот у меня с прошлого разумом кусочки лежат с тем еще редуктором который сюда как бы не подходит вот так он начинает потом краснеть это я и с маленьким редуктором добился покраснение такого ну а теперь у меня там более мощная горелка можно потихоньку добавлять на я так думаю ну кварц я уже показывал с автогеном он становится вот такой интересного красного цвета такого но с автогеном он его едва едва чуть-чуть расплавил я понимаю что этой горелкой скорее всего я не расплавлю у меня по моему металл быстрее нагреется чем парус расплавится но не буду я мучиться я вижу металл краснеет скорее всего скорее всего я не добьюсь того что мне надо сейчас я его чуть-чуть плавно отложу чтобы он у меня не раскрошился сразу дадим ему потихоньку отстыть наверно хватит так меня меня интересует другой вопрос это первую очередь песчаник сейчас мы с ним попробуем взял и вот самый 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 скажем так мягкий из того что у меня есть сейчас так же мы его нагреем немного вот видите сразу покраснение идет это вот эти песчинки скорее всего нагреваются он моментально быстро красный становится интересно что с ним будет похоже он на сквозь надо посмотреть с ним вообще что-то хоть происходит или не вот у меня плавно отстудим интересное кино ну как я подозревал что скорее всего не хватит у меня температуры сомневался что тут будет выдавать 2000 градусов как заявил производитель ну на автогене там но две с половиной точно есть опять же как там отрегулировать может быть даже и больше можно выжать ухты у меня не расплавился сожалению он у меня просто в песок превратился все у меня рассыпался весь жаль так ладно возьмем стеклом кусочек стекла у нас есть я к сожалению забыл алмазный круг этот маленький совсем остался чтобы отрезать новый кусочек себе это сейчас покажу от какого я отрезал от которой я уже показывал вот этот который выглядит как бы здесь вроде смятый от него я чуть-чуть отрезал кстати режется он алмазным кругом очень тяжело это говорит о том что он довольно очень и очень твердый но я думаю сейчас тоже красный станет и скорее всего я его расплавить не смогу похоже не хватает у меня температуры надо делать какую-то своего рода печку чтобы туда горелку и чтобы можно было еще поднять температуру может быть попробовать по-другому ну ладно я потом подумаю что можно сделать ну как вы видите металл то доклад до красна нагревается довольно такая толстая чушка несмотря на то что она на металле и металл еще тепло отводит а вот мое остекленевший песчаник нифига с ним он стал белый опять же муж надо почистить не знаю сейчас дам отстыть кстати по металлу насколько это горелка эффективно сейчас я зажму сюда в тиски вернем чуть-чуть тут у меня клапан есть допустим хочу я хочу я его ослабить или согнуть и так далее что будет у нас делать это горелка я думаю с этим проблем не будет ну буквально меньше минуты все все довольно быстро ну блин хотел так согнуть не до такой степени он размяк ну да ладно тут в этом месте я его понятно что ослабил то есть я его смогу уже согнуть как захочу и потом по новой закалить это уже реально так он следующий претендент ну кварц кварц в принципе я показывал смысла нету значит не придется тому товарищу скорее всего написать и попросить его чтобы он попробовал то же самое проделать с песчаником да так с какой стороны тебя дело в том что газ хорошо дует пытается постоянно это дело сдуть так положить что ли попробуем ну этот я чуть-чуть маленьким огнем пробовал он тоже краснел да его надо потихоньку он начинает стрелять его надо разогреть сначала потому что он угол сразу отстрелился слишком быстрый нагрев поэтому его чуть-чуть надо тоже подогреть скорее всего ну понимаю что не тоже скорее всего я его не расплавлю к сожалению да конечно опять же надо знать сколько этот по моему подплавился у меня да я вижу он немного подплавился значит еще дадим так ладно хватит дадим ему плавно отстыть вижу вот углы у него сплавились понимаю что надо долго держать скорее всего сколько неизвестно просто ну я потом в ролике куски по обрезаю чтоб это все быстро происходило кому нужно сидеть и смотреть полчаса как тут огонь горит мы его плавно отстудим нифига себе у меня тиски вот здесь горячие сейчас пальцем задел думаю что такое а у меня тиски вот тут уже горячий да температурка тут похоже в этой горелки солидная так понимаю ну все ну все наверное хватит надеюсь не лопнет у меня этот камушек сейчас мы ему дадим отстыть мне надо что-то повыше бы подложить у меня ничего такого нет сейчас я поищу что-нибудь продолжаем пока тот камушек у меня отстывает не знаю сколько он будет отстывать но в принципе я вижу что углы поплавились так взял песчаник это вот переход между нормальным песчаником и стеклом вот такой вот он очень твердый просто уже ну что-то близко там не знаю какому камню граниту или еще какому-нибудь интересно вот глядя вот на этот песчаник то что он превратился в песок есть у меня подозрение что была другая какая-то технология то есть это не температурная вот магдебурге я показывал вот эти наконечники такие они там со всякими ответвлениями и там внутри сверху был сколы магдебурге этот кусочек показывал церкви там в одной в которой много интересного там откопали на башню я заходил в общем насколько я посмотрел и там вот что-то похожее у него твердость вот такая вот это очень и очень твердый это уже вообще песчанику как бы когда ты вот так найдешь камень ты даже не скажешь что это песчаник но эти все камни я брал от одной глыбы от песчаника поэтому я не могу говорить что это не песчаник потому что я знаю что это был песчаник был что с ним произошло какая технология ну у нас есть вот такая примитивная технология и соответственно я пробую так поехали вот с этим твердым поиграемся и так друзья все это интересно конечно горелка и так друзья все это интересно конечно горелка хорошая мне понравилось но не хватает температуры автоген да но к сожалению тут ни у кого нету автогена так этот отстыл скорее всего он маленький это я пробовал который вот превратился в стекло и вроде как бы он тут слегка подплавленный да вот с этого края это я от него кусочек отрезал режется он алмазным кругом очень тяжело скажу сразу я его даже не дорезал отломал немного но в принципе они все в конце откалываются единственное что с ним произошло это он свет поменял все он стал белый такой не знаю чем нибудь его сейчас шоркнуть ну-ка попробую на алмазном круге шоркну его чуть-чуть так я понимаю скорее всего не будет видно в общем тут я чуть-чуть его шлифанул в общем он не поменял свою структуру просто вот цвет он поменял стал белый но если вот там шлифануть его видно что он внутри тот же самый камень опять же может быть температура не может быть и скорее всего выше температура нужно следующий у нас кварц до 1 вернее он был вот все он просто крошится стал я его видите руками ломая он просто крошится это вот этот довольно твердый материал если я его так хочу сломать то мне надо блин вот усилия серьезные приложить чтобы сколоть его но он очень твердый тоже время очень хрупкий этот кварц и после такой обработки огнем он становится хрупкий следующий у нас зеленый это вот этот который вам кстати очень хорошо слив шлифуется и скорее всего он будет полироваться я надеюсь видно есть уже тут очень сильно блестит но еще полировка нужно даже шлифовка еще нужно потом полировкой потом будет нормально и вот этот зеленый вот под температурой даже этой температуры ему хватило но если предположим что там 2000 градусов все-таки есть вот у него углы сплавились я понимаю что если больше времени приложить то скорее всего он просто расплавится опять же но есть советские еще наработки разгадки истории есть там ролик он показывал что еще советское время делались камней кому интересно может найти и посмотреть и последнее у нас это уже вот этот очень твердый песчаник который поменял свою твердость превратился во что-то очень твердое вот с такого он стал таким твердым ну подплавить я его тоже не смог ну да он более хрупкий стал то есть он сейчас откалывается без проблем значит о чем это говорит это вот от этого и отрезал если я отсюда попытаюсь отломать то тут будет отламываться но с огромным усилием где-то тонкие куски могу сколоть понятно острые а все остальное это уже как бы когда вот так найдете вы не скажете что это песчаник но это песчаник потому что я это знаю так мысль какая меня посещает вот этот вот первый образец самый мягкий песчаник вот он лежит он просто превратился песок этот у нас стал тоже мягче ну то есть он уже крошится вот ломается уже довольно легко значит приходим к тому мнению что это скорее все таки было какая-то технология которая нам на сегодняшний день не известно какая-то была технология вопрос конечно вот допустим твердый песчаник и церкви в магдебурге на сколе я видел что он вот такой там твердый а это такое острие вот с такими вот как их назвать то не знаю лепестки или как такие висят четыре стороны он заостряется и самая макушка была сломана и там я увидел что он просто уже на песчаник ну вот видите я его не могу металлом ничего с ним сделать и там был такой же материал на сколе это отлично можно было рассмотреть это мне уже понятно что скорее всего почему старинные старинные изделия с песчаника дошли до сегодняшних дней а которые делают буквально там несколько лет назад из песчаника из нормального они разрушаются довольно быстро и причем на моих глазах вот германии живу 25 лет это я уже видел какая технология была это остается под вопросом я все-таки надеялся думал может быть все-таки это температурное воздействие но как вижу что это скорее всего нет хотя опять же с температурой тут тоже куча вопросов какая температура какое время но все же я сомневаюсь что это была температура скорее всего было просто неизвестная нам технология с которой делали из песчаника различные вещи потом подвергали какой-то обработки и потом он становился вот таким вот вот я его металлом ничего не могу с ним сделать практически но вы же понимаете чтобы обработать такой песчаник какие инструменты нужны значит скорее всего делались мягкого потом подвергали какой-то обработки он становился вот таким и он стоит по сегодняшний день это можно и на блоках найти такой песчаник старинных домах который вот я ножом шоркаю я понимаю с этим песчаником работать на сегодня будет очень тяжело тем более если там по истории 12 век допустим средневековья так скажем то вот такие у меня выводы небольшие выводы но все-таки какие то есть этот камень зеленый мне очень понравился блин не заняться ли мне еще и камнем и как он все-таки хорошо обрабатывается ну он очень твердый я вам скажу то есть это не просто мягкий камень но вот я тонкие краешки я могу сколоть он очень твердый очень твердый это еще на карьере показывал но я понимаю с него можно различные изделия делать и доводить до идеально до идеального блеска и он будет вот таким зеленым цветом блестеть будет очень красивое изделие и тем более там я глыбу показывал на карьере она с такими прожилками белыми вот как мрамор есть какими-то другими цветами прожилками то вот этот зеленый там был глыба он с белыми прожилками я понимаю что если сделать с этого какой-то ну не знаю там шкатулку например это будет очень-очень красиво ну ладно вот такой маленький экспериментик на сегодняшний день в принципе дальше я не буду ничего плавить как сказал гранит уже я показывал там есть ролик вот хочу к нему обратиться чтобы он на максимально высокой температуре попробовал так а куда его дел блин уже потерял песчаник вот уже лежит то есть нормальный песчаник который вот мы берем и можем обрабатываем вот допустим я его могу обрабатывать с такого песчаника вот по крайней мере реставрация происходит так сделать определенные выводы конечно еще попытаюсь сделать себе печку скорее всего как-нибудь и попробую в печке сделать какую-то прожарку ну сомневаюсь что что-то будет новое ну посмотрим поживем видно будет на этом пожалуй все всем удачи и счастья здоровья пока и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok